Добрый день, коллеги! Как видно, как слышно? Отлично, тогда будем начинать. Еще раз здравствуйте, коллеги! Меня зовут Артем Кареба, я бренд-тренер Жармен де Капучини. И прежде чем мы с вами перейдем к теме нашего сегодняшнего вебинара, такой небольшой вводный экскурс по нашей компании. Для тех, кто присоединился к нам впервые, вам будет очень интересно послушать о создании, о истории нашей компании. Компания была основана в 1964 году профессиональным испанским косметологом Кармен Видаль. Многие модные издания тех времен считали Кармен Видаль одной из первых женщин-первооткрывателей, женщин-пионеров в сфере профессионального ухода за кожей лица и тела. В настоящий момент косметика представлена более чем в 90 странах и на пяти континентах. Занимает лидерские строки в мире на рынке профессиональной косметики. И знают нашу косметику не только профессиональные косметологи, но и многие такие известные личности. Также Жармен де Капучини получил такую весомую награду признание Королевского двора Испании. И в настоящий момент мы представлены в лучших салонах красоты, клиниках и спа-отелях. Также Жармен де Капучини является обладателем множества наград, подтверждающих его признание на международном уровне. Также обратите внимание, здесь у нас выделены позиции, которые неоднократно занимали такую весомую награду, как Beauty Shot Leads Awards. И также премии в журналах, такие как Vogue, Glamour и Cosmopolitan. Об этом я буду также коллеге рассказывать далее. Также в нашем бренде, в нашем прекрасном бренде есть уникальные ритуалы и массажные техники. Наши высококвалифицированные специалисты в компании Жармен де Капучини разработали те самые уникальные массажные техники и ритуалы. Опять же таки для того, чтобы удивить даже самых искушенных клиентов. И это является такой некой отличительной чертой, потому что те специалисты, которые работают на косметике Жармен де Капучини, могут выгодно конкурировать и отличаться от тех специалистов, которые используют классические массажные техники. У нашего бренда есть собственная научная база и лаборатория. Также Жармен де Капучини стал обладателем международного патента молекулы HLG. Об этой молекуле, коллеги, я расскажу также чуть далее, когда мы перейдем к разбору непосредственно уже средств, в которых содержится данный биополимер. И, собственно, тема, ради которой мы с вами сегодня и собрались, тема нашего сегодняшнего вебинара – это антиэйдж-стратегия. Мы разберем четыре типа старения и подберем для каждого типа старения свой уход, разберем, какие процедуры показаны для таких клиентов. И я думаю, что для себя вы откроете много нового и интересного в копилочку своих профессиональных знаний. Собственно, на данном слайде я решил показать вам на таких макетах отличия молодой и кожи, которая уже подвержена возрастным изменениям, то есть стареющей кожи. Обратите внимание, что в молодой коже у нас кожа, молодую кожу еще называют упругой. За счет чего ее называют упругой? За счет того, что достаточно в хорошем состоянии у нас волокна, коллагена и эластина. Обратите внимание, они вот так вот идут перекрестно сшиты. Хорошее кровоснабжение, и, соответственно, здесь у нас нет никаких морщинок, нет никаких заломов. И рядом макет такой стареющей кожи, обратите внимание, что здесь уже где-то разорваны волокна коллагена, они уже видоизменены, то есть, соответственно, здесь у нас получаются уже мелкие глубокие морщинки, то есть кожа увядает, нарушается в том числе кровоснабжение тканей, за счет чего у нас кожа и начинает стареть. Факторами старения их достаточно много, мы сейчас тоже с вами будем далее, коллеги, разбирать. Существует, если мы говорим о старении, существует несколько таких понятий, как хроностарение и фотостарение. Вот сначала мы с вами, коллеги, разберем, что такое хроностарение. Хроностарение – это естественное или биологическое старение, то есть, то старение, которое заложено нашим организмом, нашими биологическими часами. И, как правило, оно характеризуется гравитационным птозом, то есть, ткани все начинают у нас тягиваться вниз, потери тонуса и эластичности – это как раз-таки вот то, что мы видели на предыдущем слайде, где у нас стареющая кожа показана, там разрушены и видоизменены волокна коллагена, появлением дряблости, складок и морщин и образованием гиперпигментации. И также к хроностарению можно еще отнести такой отличительный фактор женщин от мужчин – это вот климакс, потому что в период климакса, конечно же, у нас происходят изменения не только внутри организма, но и также и внешне, потому что кожа – это является тоже таким самым большим по площади органом в теле человека. И кожа, конечно, также подтверждена возрастным изменениям под воздействием различных гормонов. И вот с наступлением климакса в первые месяцы гормональной перистолики организму становятся заметны некоторые возрастные изменения кожи. И вот сейчас мы с вами их разберем, коллеги. Это чрезмерная сухость, как правило, да, среди моих пациенток в моей частной практике. Также встречаются пациентки с климаксом, которые отмечают чрезмерную сухость кожи. Истончение и повышение чувствительности кожи. Здесь мы можем также наблюдать и видоизмененную сосудистую сеточку. Как правило, это щеки, нос, крылья носа. Вообще, на самом деле, неважно, какая это зона на лице, но, как правило, чаще всего локализуется на щеках. Далее идет нарушение микроциркуляции, истончение сосудов, купероз, сосудистая сетка. Ну, собственно, то, о чем я сейчас и сказал. Разрушение коллагеновых и эластиновых волокон и снижение выработки кожного сала. Вот, как правило, да, многие женщины, мои пациентки говорили, что в молодости, например, кожа была жирная с расширенными порами. И вот в период климакса, соответственно, кожа стала более склонна к сухости. И, конечно же, еще идет у нас фотостарение. Фотостарение – это процесс изменения структур кожи, обусловленный ее избыточным ультрафиолетовым облучением. Собственно, поэтому и называют фотостарение. И вот обратите внимание, здесь я привел несколько картинок. Это такая макросъемка, то есть то, что происходит с нашей кожей, что происходит с нашими клетками, когда мы, когда организм, когда кожа подвержена обильному излучению именно солнечных лучей. Происходит такой процесс, как гликация. То есть происходит окисление, за счет чего у нас разрушаются также коллагеновые и эластиновые волокна. Вот обратите внимание, клетка, здоровая клеточка. Дальше идет стрелочка, клетка, которая подверглась воздействию свободных радикалов. И что дальше с ней происходит? То есть происходит такой оксидативный стресс. И в процессе клетка умирает. То есть, когда у нас становится как можно меньше здоровых клеточек, наша кожа начинает стареть. И точно так же, обратите внимание, на картинке ниже мы можем увидеть, как видоизменяются коллагеновые волокна. То есть здесь они такие достаточно упругие, они такие прям как прутики, как говорится, каждый на своем месте. И следующая картинка, что мы здесь видим? Мы здесь видим такую тонкую-тонкую паутину коллагеновых волокон, которые уже не дают той упругости коже. Благодаря чему? Ну, благодаря вот этой вот картине видоизменения волокон мы уже и будем наблюдать такие возрастные изменения, как морщинки, как причем мимические, так и статические морщины. Далее здесь, что мы будем наблюдать? Также гравитационный птоз. Кожа истончается и становится такая, как пергамент, коллеги. И патогенетический механизм старения кожи. То есть что мы наблюдаем? Повреждение клеточных мембран и ДНК. Это все у нас, коллеги, идет под воздействием именно ультрафиолетовых лучей. Все мы это относим к фотостарению. Образование свободных радикалов и окислительный стресс клеток. Собственно, в нашей косметике очень много антиоксидантов, которые как раз таки позволяют бороться с вот этим оксидативным стрессом. Снижение пролиферации, прошу прощения, заговорился. Снижение пролиферативной активности фибробластов. То есть фибробласты вырабатываются уже не в том количестве, как в молодом возрасте. Замедление процессов обновления и регенерации ткани. Замедление неокаллогенеза и эластинообразования. Преобладание процессов деградации компонентов дермы. То есть обратите внимание самых важных компонентов, которые отвечают у нас как раз таки за молодость и упругость нашей кожи. То есть коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты и других гликозамингликанов. Далее. Накопление дефектных провежденных тканевых структур, снижение уровня увлажненности кожи и способность гиалуроновой кислоты удерживать влагу. Ну, все мы знаем, как гиалуроновая кислота у нас. С возрастом, кстати, гиалуроновая кислота снижается, за счет чего мы и прибегаем к процедуре биоревитализации, внедрения гиалуроновой кислоты извне. Вот. И Жарменк де Капучини, кстати, тоже справилась с этим моментом. То есть мы разработали линию, которая подобна процедуре биоревитализации. Мы по-другому ее еще называем. Такая безинъекционный метод насыщения кожи влагой. Об этом я тоже расскажу далее. Снижение тургора и утолщение рогового слоя и истончение кожи. Сейчас мы будем далее разбирать, как с этим всем, коллеги, бороться. И, наверное, я думаю, что каждый из вас видел уже такие картинки, такие фотографии. Они блуждают на просторах интернета. И, конечно, я решил их тоже внедрить в свою презентацию, потому что это такой самый-самый, скажем так, наглядный пример фотостарения. Первый – это мужчина, 69 лет. Мужчина – дальнобойщик, стаж работы водителем, 28 лет. Обратите внимание, как одна сторона лица у него подверглась фотостарению. То есть одна сторона – это непосредственно биологическое старение. Это та сторона, которая находилась в кабине его автомобиля, которая была в тени. А вторая сторона – это как раз-таки яркий пример именно повреждения путем воздействия солнечных лучей. То есть фотостарение. Обратите внимание, мелкоморщинистая сетка. То есть у него кожа похожа на участок высохшей земли. То есть она прям вот такая вот вся перебирающаяся. И также сестры-близнецы – тоже такой достаточно яркий пример, 58 лет. Одна жительница северной части Штатов. Причем она отмечает, что в своей жизни она не употребляла, то есть она не курила, не злоупотребляла курением. И также использовала СПФ-защиту. И обратите внимание, ну да, конечно, есть гравитационный птоз, но в целом качество кожи достаточно хорошее. И ее сестра-близнец того же самого возраста, но жительница Калифорнии. Как мы знаем, что в Калифорнии достаточно такое яркое, активное солнце. Плюс ко всему она еще и была любительница табака. Вот, скажем так. То есть она еще и злоупотребляла курением. И обратите внимание, прям какие явные примеры и вот прям противоположность. То есть две сестры, как две части одного лица вот этого мужчины. То есть прям наглядный пример фотостарения, коллеги. И, собственно, сейчас мы разберем с вами четыре типа. Четыре типа старения. То есть это мелкоморщинистый, усталый, мускульный тип и деформационный. По каждому типу я дам свои рекомендации, исходя из своей личной практики. Какие я использую методы коррекции данного типа старения. И, естественно, разберем, конечно же, какие процедуры от нашего любимого легендарного бренда Жермен де Капучини подойдут для решения данной проблемы. Скажу, коллеги, я решил выделить здесь таких известных на весь мир личностей, для того, чтобы вы могли понимать и потом сравнивать, например, со своими клиентами. Ну, такой наглядный хороший пример. И первый – это мелкоморщинистый тип старения. Все мы прекрасно знаем эту замечательную, знаменитую актрису. И сейчас мы с вами поговорим непосредственно о особенностях мелкоморщинистого типа старения. Первыми признаками этого типа являются множественные мелкие морщинки на лице. И, к правилам, данные обладатели данного типа, они, похоже, с возрастом становятся на такое печеное яблочко. Из плюсов. Узкие незаметные поры, четкие черты лица, особенно это характерно, вот даже можно посмотреть на одри, скулы, подбородок, нос. То есть, все прям идеально, даже в достаточно таком почтенном возрасте. Кожа упругая и легкая, нет склонности к очечности за счет низкого содержания подкожно-жировой клетчатки. Минусы. Из минусов, конечно же, самый, наверное, такой тяжелый минус, это то, что возрастные изменения у нас начинаются с 25 лет. Множество мелких морщин, пигментация присуща, и кожа становится тонкой, как пергамент. Другими словами, знаете, еще этот тип называют таким аристократичным типом старения, потому что кожа становится такая полупрозрачная, как пергамент. Кстати, Мэрил Стрип также, например, является ярким примером мелкоморщинистого типа старения. Так, идем далее. Процедуры по уходу за мелкоморщинистым типом старения, опять же таки, основываясь на моей практике, что я применяю на своих пациентах. Это профессиональный уход у косметолога, естественно. То есть важно следить за нашим верхним роговым слоем, потому что именно от качества ухода за роговым слоем и будет зависеть состояние. То есть у нас есть 4 типа старения, не 4 типа старения, а 4 типа кожи. Там жирная, комбинированная, нормальная и сухая. И также у нас есть множество состояний кожи. И как раз таки в зависимости от того, в каком состоянии у нас находится верхний роговой слой, и будет зависеть состояние кожи. Далее идет домашний уход с содержанием пептидов, масел и кислот. Опять же таки, ну я думаю, понятно, пептиды, они идут у нас как строительные материалы. Масла они питают. Кожу и кислоты, они также могут, опять же таки, если подобрать правильную комбинацию кислот, то можно очень хорошо поработать над стимуляцией коллагена и эластина. Далее, СПФ защита каждый день. То есть это обязательно, потому что данный тип склонен к мелкоморщинистому типу сте... Ой, прошу прощения, склонен к пигментации. Далее, коллагенотерапия. Коллагенотерапию можно применять как местно, то есть аппликационно, например, использовать какие-то коллагеновые листы или уходы с содержанием коллагена. Также коллагенотерапия еще может идти как путем биоревитализации, то есть путем внедрения в кожу через инъекционную методику. Далее, фотоомоложение на аппаратах. Например, такие как фотона, пожалуйста, можно прекрасно поработать. Далее, биоревитализация и ботулинотерапия для расслабления гипертонуса. И, например, подрасслабить лоб, то есть мышца, которая находится в гипертонусе. И далее на расслабленную уже мышцу мы работаем над качеством кожи, то есть над заполнением морщинок. Далее идем. Деформационный тип старения. Тоже так достаточно часто встречается в моей практике. Наиболее распространенный тип. Отличается высокой плотностью кожи и большим количеством плотной жировой клетчатки. То есть что мы видим? Обратите внимание, в молодости кожа такая достаточно плотная, упругая, яркий такой овал четкий. И с возрастом все начинает плыть вниз. Не зря он называется, отечень деформационный. Давайте сначала разберем плюсы. Первые признаки старения появляются с 30 лет, опять же за счет того, что кожа плотная. Высокая плотность и упругость кожи. Нет склонности к сухости. Ну да, как правило, обладатели отечень деформационного типа старения, у них преимущественно жирная кожа. Минусы. Овал сильно деформируется из-за большого количества подкожно-жировой клетчатки. Часто наблюдается птоз верхнего века и провисание кожи под глазами, что приводит к образованию мешков. Рано появляется второй подбородок. Кстати, второй подбородок мы можем заметить уже, например, с 28-30 лет. Вот так вот. Возникает отечность, особенно при несоблюдении водно-солевого баланса. Ну да, исходя из названия, отечность – деформационный тип. Процедуры по уходу за деформационным типом. То есть это профессиональный уход у косметолога, который может включать в себя различные массажные техники, глубокотканные, опять же таки, лифтинговые техники. Домашний уход. Смаз-лифтинг. То есть это нехирургическая подтяжка лица, а аппаратная методика. Нитевой лифтинг. Вот как раз-таки отечность-деформационный тип очень хорошо поддается на ранних этапах коррекции именно нитевого лифтинга. Контурная пластика. Опять же таки с использованием филеров, которые не притягивают к себе воду. Батулинотерапия. И хирургическое вмешательство. То есть если мы хотим держать марку прям до последнего, скажем так, до такого прям почтенного возраста и выглядеть хорошо, к сожалению, но в отечность-деформационном типе без хирургического вмешательства не обойтись. Опять же таки, потому что никак с возрастом мы не сможем тогда сохранить у данного типа четкий овал. Идем далее, коллеги. Усталый тип. Усталый тип тоже довольно-таки часто встречается. К сожалению, я сам являюсь обладателем данного типа. И потом непосредственно в коррекции даже расскажу уходы, точнее методики, которые использовал на себе по коррекции данного типа. На лице нет крупных морщин, но общий вид лица может быть уставшим, особенно если человек не высыпается. Как правило, после хорошего отдыха и полноценного сна лицо выглядит свежее. Но лицо выглядит свежее только в молодом возрасте. То есть если мы говорим уже достаточно взрослой такой категории возрастной, то хороший сон здесь уже, конечно, тоже мало будет справляться, коллеги. Из плюсов. Кожа хорошо поддается терапии антиэйдж, четкий овал лица и кожа упругая. Но не такая, например, как у отеченно-деформационного. Здесь она все-таки будет потоньше. Из минусов. Без ухода кожа становится сухой и теряет тургор. Появляется склонность к отечности. На лице появляются провалы. То есть особенно первое, что становится, это видна у нас насощечная борозда. То есть вот здесь появляются такие провальчики, за счет чего лицо кажется таким уставшим и грустным. Но если восполнить объем в данной области, то в принципе лицо уже не выглядит таким вот уставшим. Далее. Процедуры по уходу за усталым типом, коллеги. Профессиональный уход у косметолога. Ну обязательно без этого никак. Домашний уход с содержанием антиоксидантов. Расскажу о своей, например, любимой линии, которой я сам постоянно пользуюсь. А контурная пластика, опять же таки, для восполнения недостающих объемов. И ботулинотерапия. Причем ботулинотерапия нам нужна даже для того, чтобы не просто избавиться от морщинок, а снять, например, мышечный спазм на шее. Вот обратите внимание. Моника Белуччи такой яркий пример, потому что, к сожалению, она не прибегает к инъекционным методикам. То есть, ну, я могу предположить, исходя из своей экспертности, что, возможно, она только посещает косметолога с целью вот каких-то уходовых процедур. Какая-то многоступенчатая программа, возможно, по уходу за роговым слоем. Но инъекционных методик, ну, здесь прям очевидно, что их нет. Особенно это видно по шее. Идем далее. Мускульный тип старения. Сразу же непосредственно перед тем, как перейти к описанию слайда, скажу, что мускульный тип старения, как правило, он отслеживается у нас у азиатского типа старения, у азиатских лиц. Но, например, вывести сюда фотографию Люси Лью, тогда, например, вы будете сравнивать, что, например, мускульный тип только у азиатов. Нет, на самом деле он не только у азиатов, и поэтому я решил показать здесь такой пример, как Камерен Диас. Она тоже является обладателем мускульного типа старения. Кожа при мускульном типе старения длительное время остается в тонусе, благодаря чему первые признаки увядания проявляются достаточно поздно. Хороший мышечный каркас не позволяет овалу лица искажаться и деформироваться. Из плюсов. Кожа достаточно долго остается молодой, крепкий мышечный каркас, собственно, мускульный, почему его называют, из минусов. Резкое старение, то есть прям реально, как вот по щелчку пальцев может произойти, то есть начинает либо опускаться все, либо появляются провалы. Появляются выраженные носогубные складки, нависает, в верхнее веко появляются гусиные лапки. И также данный тип склонен к пигментации. Вот Камерен Диас тоже, я считаю ее очень красивой женщиной, но, к сожалению, к инъекционной косметологии она тоже не прибегает. Но надеюсь, что делает уходовые процедуры. Собственно, процедуры, которые показаны и которые хорошо работают с мускульным типом старения. Профессиональный уход у косметолога, домашний уход с содержанием антиоксидантов, контурная пластика, ботулинотерапия, пилинги, как поверхностные, так и срединные можем использовать, фототерапия и мезотерапия, опять же таки, для улучшения качества кожи. Какие процедуры из процедур Жармен де Капучини я бы рекомендовал, например, обладателям мелкоморщинистого типа старения? Линия Тайм Эксперт СРНС, линия глобального восстановления и омоложения кожи. Линия Тайм Эксперт Радиенс С+, линия для борьбы с оксидативным стрессом, то есть витамин С является у нас таким мощным антиоксидантом. Здесь мы будем получать и улучшение цвета лица, и осветление пигментации, и насыщение кожи энергией в целом. Линия Тайм Эксперт Райтс, линия непосредственно разработана для мелкоморщинистого типа старения, линия, в которую включены большое количество пептидов, также будем далее разбирать. Линия Тайм Эксперт Райтс, направлена на коррекцию пигментных пятен, Эксель Терапи О2, линия насыщения клеток кожи кислородом и линия Тайм Эксперт Гидролуроник. Коллеги, сейчас по каждому типу они будут идти у нас просто списком, более подробно я буду уже рассказывать, когда мы перейдем непосредственно к разбору каждой процедуры. Отечно-деформационный тип старения, какие процедуры я бы рекомендовал? Тайм Эксперт СРНС, опять же таки потому, что это достаточно такая мощная линия, возрастная категория у нее 40-45+, то есть такой мощный антиэйдж эффект мы получаем. Тайм Эксперт Гидролуроник, насыщение кожи влагой. И Тайм Эксперт Лифт Ин, то есть та линия, которая опять же таки направлена непосредственно на коррекцию отечно-деформационного типа старения, то есть там прям такой массаж достаточно активный идет, то есть то, что помогает нам сохранять овал лица, насколько это возможно. Для обладательниц усталого типа старения также Тайм Эксперт СРНС, Гидролуроник, Радиенс С+, и Тайм Эксперт Вайт. Для обладательниц мускульного типа старения также идет СРНС, как такая линия глобального омоложения, восстановления, Гидролуроник, насыщение кожи влагой, то есть это такая тоже неотъемлемая часть, без нее никуда. Я также, кстати, люблю еще Гидролуроник назначать в межкурсовый уход вне зависимости от возраста, ну начиная с 18+. Тайм Эксперт Лифт Ин, опять же таки, помните, мы говорили про носогубную складку, про морщины, мерионетки, очень хорошо массажем в Лифт Ин можно все это проработать. И, конечно же, линия по борьбе с оксидативным стрессом, это линия Радиенс С+. И, собственно, сейчас, коллеги, мы с вами перейдем к разбору каждой линии. Первая у нас идет линия Тайм Эксперт Лифт Ин. Линия, направленная на коррекцию овала лица, работает в трех векторах. То есть в результатах мы получаем четкий контур овала лица, морщины становятся менее заметными, восстановление плотности кожи и объема лица. Набор у нас рассчитан на 5 процедур, возрастная категория 35+. Из чего у нас, собственно, состоит набор, коллеги? Первая это у нас идет сыворотка. Сыворотка у нас является таким проводником, помимо того, что у нее очень такой богатый состав, комплекс V-матрикс, входит дуэт кальция и глюкозы. Также здесь у нас идут олигосахариды миндаля, экстракт чечевицы и гиалуроновая кислота. То есть сыворотка у нас является и проводником, и также она еще и богата по своему составу. После сыворотки мы наносим массажный крем, который также содержит сквозной ингредиент всей линии V-матрикс. И по массажному крему, собственно, мы выполняем массаж, который, вот обратите внимание на картинке, мы его еще называем с коллегами массаж лицом к лицу. Получается, мы стоим не за нашим клиентом, а спереди него. Сначала мы прорабатываем одну часть, жармен де капучини начинает всегда с левой части. Вот, и далее мы переходим на правую. После чего наносится маска. Маска состоит из двух таких составляющих. То есть сначала наносится такой гель красивого лавандового оттенка светло-сиреневого, после чего наносится маска. За время экспозиции 15 минут происходит сцепка, и благодаря этой сцепке клиент уже на нашей кушетке, то есть в нашем косметологическом кабинете во время маски, он чувствует, как у него очень круто поднимается лицо. То есть маску мы держим 15-20 минут, она идет у нас на лицо и на шею, после чего мы маску снимаем уже одним пластом. Она идет по типу как альгинатная маска, и далее мы наносим завершающую эмульсию. И на этом, собственно, процедура у нас завершается, коллеги. Процедуру можно проводить один-два раза в неделю. И, естественно, мы также назначаем клиенту домашний уход для поддержания результатов в домашних условиях. И первое это у нас идет сыворотка с лифтинг-эффектом. Невероятно очень хорошая сыворотка. Ее можно использовать, например, для обладателей жирной кожи. Я рекомендую ее использовать утром, например, самостоятельно. То есть умылись, протонизировали кожу и на утро нанесли только сыворотку. В вечернее время я рекомендую наносить и сыворотку, и крем. Далее идет у нас два крема. Крем для лица с эффектом лифтинга и крем для шеи и декольте. У этой линии очень приятный такой сквозной аромат, такой дорогой благородный аромат. Крем для лица и для шеи отличается по составу некоторыми экстрактами. Но также там идет вот этот сквозной компонент V-Matrix. И крем для шеи, он будет, коллеги, чуть-чуть поплотнее. Объемом они идут 50 мл. Очень такой хороший формат, но долго хватает. И, наверное, один из моих самых любимых продуктов в этой линии, которыми я лично пользовался сам, это крем для лифтинга и подтяжки контура вокруг глаз. Невероятно классный крем. Он содержит в себе такие светоотражающие пигменты, благодаря которым, когда мы наносим его на область орбиты, эти светоотражающие частички, они попадают в мелкие морщиночки, создают преломление света, за счет чего морщинка визуально становится менее заметна. Также поверх этого крема прекрасно ложится декоративная косметика и создается такое красивое свечение, такой легкий подтон. Также здесь в домашней версии идет вот такой вот массажер, который можно предварительно охладить в холодильнике, нанести на зону орбиты и выполнить такой очень приятный массажик. Объем у него 15 мл. Далее, линия SRNS, линия глобального восстановления и омоложения кожи. Возрастная категория 40+. Представлена также как в профессиональном уходе, так и в домашнем. И первый мы, конечно же, разберем профессиональный уход. Также, как и предыдущий уход, лифтин начинается с нанесения сыворотки. Здесь у нас пак также рассчитан на 5 уходов. Наносим сыворотку, достаточно активно ее втираем такими массирующими движениями. Кто-то массажик выполнит. Я люблю прям втирать сыворотку. Втерли сыворотку, дальше наносим эмульсию для массажа. После чего выполняем массаж с применением аксессуара. Здесь у нас идет такая металлическая ложечка, которую мы предварительно охлаждаем в воде со льдом. И на протяжении всего массаж, то есть мы поработали, положили в лед, поработали, положили. И мы здесь работаем на контрасте. Холодная ложка и горячая рука специалиста. И получается такой очень классный эффект. Что мне нравится? Получается очень хороший лифтинг эффект. Очень крутой лимфодренаж, потому что эта ложечка, она прям все от центра к периферии, все выгоняет по лимфоузлам. То есть такой ярко выраженный дренажный эффект мы здесь получаем. Далее, после того, как мы сделали массаж, мы наносим маску. Здесь маска альгинатная, она состоит из двух саше. Первое саше такое большое, там у нас будет прозрачный гель и маленькое саше с порошком. Смешиваем полностью маленький пакетик с порошком и полностью гель. Очень удобно, кстати, коллеги, замешивать вот этой вот ложечкой, которой вы проводили массаж. И после чего мы наносим ее на лицо и на шею. И оставляем где-то на 15 минут. После чего мы ее таким вот тоненьким слоем снимаем снизу вверх. Ну, то есть по принципу нанесения и снятия альгинатной маски. И после того, как мы сняли маску, наносим завершающую эмульсию. Данная линия содержит в составе уникальный комплекс, который называется цинглицин. Этот комплекс заставляет клетку вырабатывать собственную оксидантную защиту. То есть этот комплекс, то есть эта молекула, она встраивается в ДНК клетки. То есть мы знаем, что, например, витамин С у нас такой очень мощный антиоксидант. Но витамин С он работает только тогда, когда мы его наносим. Так вот, цинглицин-комплекс, он встраивается в ДНК клетки, заставляя вырабатывать собственную оксидантную защиту, даже после того, как мы перестали пользоваться данной линией. То есть такой пролонгированный эффект, коллеги. И, кстати, благодаря, точнее не благодаря, а при создании данного комплекса были взяты научно-исследовательские разработки, которые получили Нобелевскую премию, коллеги. Вот так. Далее мы с вами переходим к домашнему уходу. Регенерирующая сыворотка Бустер. Уникальная сыворотка, которая содержит 22 активных компонента, в том числе цинглицин-комплекс. Сыворотка Бустер. То есть мы ее можем наносить как под крем, так и самостоятельно. Невероятно такой прекрасный у нее такой аромат, такой благородный аромат, парфюмированный даже бы я так вот сказал. Ну, в общем, никого не оставляет равнодушными. Можно использовать причем как на лице, шее, декольте, также и в области вокруг глаз. Мы также можем наносить данную сыворотку. Далее идет крем для глаз с детокс-формулой. Крем, который содержит светоотражающие частички, очень хорош будет на день. Для тех, кто любит такой легкий эффект шиммера, я его, кстати, в профессиональных своих процедурах по завершению наношу клиентам на выступающие части. То есть это кончик носа, может быть, под бровью, скула, арка купидона и подбородок. То есть, опять же таки, игра света, такая визуализация очень красивая получается. Возьмите на вооружение. И в уход в ночное время сыворотка, восстанавливающая для глаз. Также объемом 15 мл. В ночное время, ее, кстати, используем только в ночное время, потому что в дневное время она будет тяжеловата, и декоративная косметика, если вы ей пользуетесь, может подскататься. Поэтому наносим ее только в ночное время. Очень хорошо убирает мелкие морщинки, выводит лишнюю влагу из области орбиты. То есть на утро у нас клиент просыпается без отечности, а у него очень хорошая, гладкая, упругая кожа в области орбиты. Сыворотка самостоятельная, мы ее ничем не закрываем. Далее идет комплекс для лица ночной. Это такие ампулы. 10 ампул по 2 мл. То есть мы используем одну ампулу раз в день, на ночь получается. Итого будет у нас 10-дневный курс. Ампулы обязательно наносятся на очищенное, протонизированное лицо. Закрываем потом все это кремом. Вот прекрасно подойдут для клиентов и тех, кто уехал в отпуск. Там, где горы, там, где солнце. То есть для того, чтобы восстановить свою кожу. Состав очень богатый. Здесь также идет детокс-контрол, цинглицин и 8 растительных экстрактов, в том числе пептиды авокадо. Идут растительные пептиды. Далее идет крем для интенсивного восстановления. Мы его позиционируем как крем дневной. Но, в принципе, его, коллеги, можно использовать, например, если ваш клиент не любит много баночек в своей комнате, то можно его использовать как 24 часа. Вот, например, если мне клиент говорит, что я не хочу много баночек, пожалуйста, можно взять этот крем и наносить его на все лицо, причем как утром, так и вечером. В принципе, можно так делать. Далее, коллеги, идет крем ночной супервосстанавливающий. Крем ночной супервосстанавливающий, он имеет такую достаточно плотненькую текстуру. Наносим его на ночь, потому что в ночное время у нас кожа лучше всего регенерируется. Вот, поэтому такая плотная текстура будет достаточно хороша в ночное время. Также Жармен де Капучини разработали крем антивозрастной, который крем называется 60+. Его особенность в том, что он разработан как раз-таки для тех женщин, которые вошли в период климакса. То есть, когда у нас идет гормональная перестройка в организме, у нас меняется абсолютно все, в том числе и липиды на лице. Так как раз-таки вот этот крем, он способен восстановить на коже липиды, подобный липидам в молодом возрасте. Мы получаем у клиента ярко выраженный эффект, то есть антиэйдж эффект будет. Очень приятно пахнет, имеет такой светло-розовый оттенок. Кстати, вот у этого крема, этот крем, наверное, единственный из всей линии, который отличается от всех остальных средств по аромату. Вот аромат у него тоже очень классный. И обратите внимание, такой достаточно богатый состав у него здесь. Биологически активный цитокин. Цитокины у нас будут еще встречаться в линии Excel Therapy O2. О них я тоже сейчас расскажу. Далее идет домашняя регенерирующая маска для лица. Маска, которая на 100% идентична по своему составу с сывороткой Booster из данной линии. Вот, то есть здесь такая тканевая маска, которая прописана полностью вот этой вот сывороткой. Ее можно использовать в нескольких вариациях. То есть мы ее можем нанести на 15 минут в качестве такого вау-эффекта, такого экспресс. Можно нанести прямо на полчаса, оставить для того, чтобы получить такой выраженный антиэйдж эффект. Далее у нас идет линия Time Expert Radiance C+. Моя любимая линия, которую я сам пользуюсь уже достаточно долгое время. Линия с высокой концентрацией витамина С. И как раз-таки здесь у нас еще и содержится запатентованный биополимер HLG. Коллеги, что такое HLG? Это биополимер, состоящий из трех активных ингредиентов. Гиалуроновая кислота, лизин и глутамин. Этот биополимер настолько маленький, что он способен пройти через межклеточное пространство достаточно глубоко. И постепенно он высвобождает все свои активные ингредиенты. За счет чего мы получаем такой очень хороший пролонгированный эффект. Плюс HLG усиливает действия компонентов, которые содержатся в данной линии. Собственно, профессиональный уход. С чего у нас начинается? Пилинг на основе фируловой кислоты. Пилинг на основе фируловой кислоты не входит в линию TimeExpert Radiance C+. Он входит у нас в Expert Lab. Но мы его здесь добавили, потому что в профессиональном уходе у нас используется чистый концентрированный витамин С кислый в форме L-скорбиновой кислоты. А он достаточно быстро разрушается под воздействием окружающей среды. То есть кислород, воздух, влага, абсолютно все. Так вот, фируловая кислота является не только проводником, а также она еще и стабилизирует действие витамина С и не дает ему так быстро разрушиться. Поэтому сначала мы наносим 10% фируловой кислоты на лицо. Прямо на очищенную кожу протонизированную наносим пилинг с фируловой кислотой, втираем. Далее наносим эмульсию концентрированную. Обратите внимание, здесь есть такая кнопочка. Мы нажимаем на эту кнопочку до характерного щелчка. На протяжении одной минуты мы взбалтываем, убираем целлофонацию с стеклянного флакончика. Мне удобно ногтем, кто-то может ножничками взять, открыть. И на два раза. Сначала один раз половинку нанесли. В руках проэмульгировали, нанесли на лицо, шею, декольте клиентам. И потом следующую партию также сделали. Итого у меня одного флакончика я в два захода делаю. Потом мы наносим масло, которое также у нас содержит уже не чистый витамин С, а здесь у нас идет производная формула, которая называется VCIP. Это производная формула витамина С, которая на коже раскрывается в формате чистого. Экстракт уме. Уме это японская слива и масло подсолнечника. Нанесим масло на лицо и берем вот такой вот красивый аксессуар, напоминающий нам мандаринку, ярко-оранжевый. Мяч. Этот мяч у нас как раз-таки служит нашим вот девайсом в данной линии. И мы выполняем им такую глубокотканную технику. Массажную очень, кстати, интересная техника. Очень приятная. После мы, кстати, ничего не смываем. То есть каждый ингредиент у нас наносится, каждый этап наносится слой за слоем. Короче, степ-бай-степ мы идем, ничего не смывая. И далее после массажа мы наносим маску. Маска, которая, она идет полностью на лицо и на шею. Маска такая достаточно большая, поэтому абсолютно под любое лицо подойдет. Также в составе у нее производная формула витамина С, ВСИ, АйПи, экстракт уме, масло подсолнечника и HLG. Также еще содержит цвет, отражающий пигменты. Когда мы наносим эту маску на лицо, мы ее потом снимаем, у нас получается такое красивое, сияющее лицо. И маской, коллеги, мы здесь завершаем процедуру. Далее у нас идет эмульсия концентрированная. Эмульсия концентрированная здесь также содержит витамин С в концентрации 10%. Хотел сказать, что у нас раньше она выглядела по-другому. Например, если кто-то из коллег видит ее впервые, у нас раньше их было 3, сейчас у нас их 2. В двух таких форматах по 15 мл. То есть как мы ее используем? До момента нанесения, до активации витамин С находится здесь в капсуле. То есть вы самостоятельно его активизируете, нажав на кнопочку. Витамин С высвобождается в эмульсию, после чего вы взбалтываете и пользуетесь одним таким флакончиком 15 дней, коллеги. То есть каждый рассчитан на 15 дней, соответственно, на курс. Испанцы рекомендуют наносить и утром, и вечером. Я рекомендую, так как я сам пользовался ими, наносить их на ночь, потому что они такие достаточно плотноватые. Например, если это девушка с длинными волосами, в течение дня волосы могут липнуть, будет не очень приятно. А вот на ночь идеально абсолютно, за 2 часа до сна. Здесь у нас уже будет составить чистый витамин С, производная формула витамина С, витамин Е и фируловая кислота. Ну и, конечно же, также комплекс HLG. То есть вот эта эмульсия, она подобна профессиональному уходу уже с фируловой кислотой. О, какая классная. Дальше идет эмульсия и крем. В данной линии у нас есть 2 продукта, которые идентичны по своему составу, но отличаются текстурами. Эмульсия для жирной и комбинированной кожи. Крем идет для сухой и нормальной. Невероятно приятный аромат, напоминающий такой легкий цитрусовый оттенок. Что-то, возможно, связанное с персиком, с фиалкой что-то есть. Там такая прямо... у нас была презентация по этой линии. Там прям такой большой... там прям пирамида была, какие ноты идут. В общем, очень интересно. И аромат, кстати, тоже является таким антиоксидантным. Коллеги, да, не все так просто. Далее. В домашнем использовании у нас также идут маски. То есть это такая коробочка, и там 10 масок. Идут масок по 18 мл. Единственное отличие, маски у нас только наносятся на лицо в домашнем уходе. На шею они уже не наносятся. Эмульсия для глаз. Также здесь есть со светоотражающими частичками. Очень мягкая такая, очень приятная, невесомая эмульсия. Тоже никого не оставит равнодушным. Поэтому очень хорошо подходит для тех, у кого синячки под глазами, коллеги. Далее у нас идет линия Time Expert Rides. Помните, я говорил, линия, которая разработана непосредственно для мелкоморщинистого типа старения. Это вот как раз-таки эта линия у нас на основе пептидов. Сейчас мы разберем профессиональный уход. Профессиональный уход у нас идет 30+. Первым этапом у нас наносится сыворотка, ну, в принципе, как и во всех уходах. И здесь есть вот такая вот пипеточка. И этой пипеточкой мы работаем по мимическим морщинкам, по заломам, которые есть на лице, на шее и на декольте. Далее наносится крем массажный. После крема мы его не смываем, мы наносим маску. Маска там идет гидрогелевая. Наносим ее гелевой стороной к лицу на 15 минут. После чего маску снимаем и наносим завершающую эмульсию. Вот. И здесь, когда мы наносим крем, мы выполняем такой йога-массаж. Очень такой интересный, где клиент нам помогает. То есть мы его просим открыть глаза, закрыть глаза. То есть такая достаточно тоже интересная техника. И в профессиональном уходе здесь у нас также есть 30-дневный курс. Курс, который состоит из пилингов. То есть здесь у нас вот такой вот идет пилинг с гликолевой кислотой. И две сыворотки. Сыворотки, которые мы наносим. Первую мы наносим первые 15 дней. Она содержит ботулоподобные пептиды, которые расслабляют мускулатуру. Вторая сыворотка у нас наносится вторые 15 дней. То есть получается с 16 по 30 для того, чтобы заполнить морщины. То есть она действует как филер. И обязательно потом все это закрывается кремом. Пилинг наносится каждый вечер. На лицо не смывается. Далее идет домашний уход. Тоже такой уход для глаз день-ночь. Экономически выгодный уход, потому что два крема идут по 10 мл. Дневной крем также содержит ботулоподобные пептиды. А ночной помогает очень хорошо восстанавливать кожу, область орбиты. То есть такой день-ночь. Они, кстати, у нас очень часто идут еще в дуэтах. Ой, в дуэтах, в наборах. Далее идет маска ночного восстановления. Маска ночного восстановления мы по-другому еще в компании называем маска золушки, которая также восстанавливает лицо в ночное время. Она содержит в себе такие сферы. И эти сферы содержат витамин А, С и Е. И когда мы наносим, нужно эти сферы растворить на лице. Маску наносим за 2 часа до сна тоненьким слоем, в принципе чуть толще, чем крем наносим. И ложимся спать. На утро лицо получается такое холеное, здоровая, красивая кожа. Ну, то есть то, что нужно. Далее идет питательный эликсир. Это для любителей масел. Для любителей масел, для тех, кому недостаточно крема, например, в период восстановления кожи, можно нанести как сыворотку. Можно как самостоятельно использовать, можно нанести как сыворотку. Например, на какие-то особо сухие участки мы наносим небольшое количество масла, втираем и поверх закрываем кремом. Так тоже можно использовать большое количество масел в составе, в составе комплекс прокалокистинфил, то есть стимуляция выработки коллагена, идет увлажнение, питание и антиоксидантная защита. Далее идет сыворотка филлер с ретинолом. Концентрация ретинола здесь 0,02, то есть совсем небольшая. В принципе, можно использовать в летнее время, в летний период, в ночное время, с учетом того, что, например, клиент у нас на утро будет пользоваться SPF-кремом с высокой степенью защиты. Далее идут три крема с разными текстурами, но идентичным составом. От самой легкой крем, софт, дальше идет рич поплотнее, и крем суприм, такая прям насыщенная текстура баттера. Далее идет линия XL Therapy O2, линия насыщения клеток кожи кислородом. Показания с 25 лет. Линия разработана для жителей мегаполиса. Ну, конечно, не только в мегаполисе можно использовать, но вот так она позиционируется. И в профессиональном уходе первый этап у нас начинается уже здесь не с нанесения сыворотки, а начинается с кислородной пузырьковой маски. То есть смешатся две маски, и здесь мы получаем эффект, как карбокситерапия. Далее эту маску мы снимаем, то есть мы ее удаляем шпателем, и, например, я люблю удалять ее горячим компрессом. После мы наносим массажный крем для лица и выполняем массаж, который такой авторский массаж, характерный для данной линии. После массажа, не смывая массажный крем, наносим маску двойной матрицы, которая с одной стороны идет у нас тканевая пропитанная, а с другой стороны идет фольгированная. Она состоит из трех. На верхнюю треть, на среднюю треть нижней и на шею. Такая очень красивая маска. В домашний уход. В домашний уход у нас идет такой вот лосьон. Он идет как в домашний, так и в профессиональном объеме. Обратите внимание, 200 и 500 мл. Содержит комплекс LifeCet Oxygen. LifeCet Oxygen – это такой комплекс, который содержит вот те самые, помните, клеточки, я говорил, цитокины. Цитокины – это клетки, которые содержат инкапсулированный кислород. И вот эти клетки, они подобны клеткам гемоглобина, распределяются на коже, насыщая клетки кожи кислородом. Вот такая вот система, коллеги. Далее идет у нас скраб-пенка для лица 365. Скраб-пенка, которая также содержит комплекс LifeCet Oxygen. Можно ее использовать каждый день. Здесь очень мягкие, очень бережные микросферы воска ЖЖБА. То есть используем каждый день, только избегая области вокруг орбиты. Здесь мы наносим другое средство для очищения. Подойдет как-то для ежедневного очищения, для удаления загрязнений с кожи. Также и декоративную косметику можно убрать ей. Также идет еще декоративная эмульсия для губ. Многие спрашивают, дает ли она объема. Нет, она не дает объем, но она дает очень хорошее увлажнение. Причем она обладает таким матовым эффектом, что очень хорошо в том числе и для мужчин. И, кстати, я своим клиенткам ее рекомендую еще также под матовую помаду. Вот. Далее идет маска для интенсивного омоложения. Маска помимо хорошего антиэйдж эффекта дает еще и очень крутое осветление пигментных пятен и пятен постакне. Маска такого ярко-синего оттенка. Также содержит светоотражающие частицы. И после того, как мы ее смываем, мы получаем такое красивое, сияющее лицо. И также идут крем и эмульсия. Также, как и в линии с витамином С. Идентичны по составу, но разные... Ой, точнее, разные по... Да, идентичны по составу, но разные по текстуре. Коллеги, очень приятный, легкий такой весенний аромат. Мы всегда с учениками, с нашими гостями, когда приходим на семинар, думаем, на что же похож этот аромат. Но все склоняются к тому, что такой легкий, приятный весенний аромат. Также крем для глаз, кислородонасыщающий, который содержит светоотражающие частички розового оттенка. Очень красивый и прекрасно у него потом ложится декоративная косметика. Крем с высокой степенью защиты SPF 50. Содержит как физические, так и химические фильтры, коллеги. Используем каждый день в дневное время. Также здесь есть CC-крем для ежедневного ухода, который содержит SPF 30. Он по своему составу похож на эмульсию, которую мы сейчас с вами встречали ранее с кремом. Но также здесь идут помимо SPF еще и идет пигмент. То есть мы можем прекрасно его советовать, например, обладателям купероза, обладателям неровного тона лица. Потому что здесь получаем и защиту, и выравнивание тона, и также насыщение кожи полезными ингредиентами. Следующая линия – линия насыщения кожи влагой, линия гидролуроник. Наша новая линия, которая вышла в этом году. Потрясающая линия, которая подойдет абсолютно для всех. Профессиональный уход. С чего начинается? Также мы наносим сначала ампулку. Ампулку мы наносим втирающими движениями на лицо. После чего наносим массажный крем и выполняем массаж, коллеги. Здесь у нас идет вот такой красивый аксессуар, который содержит водичку. Мы его тоже замачиваем в воде со льдом. Далее смешиваем два таких компонента. То есть саше и флакончик. Мы их смешиваем. Один к одному перемешиваем полностью. Все это наносим на лицо, глаза в том числе, губы. И потом снимаем по типу кокальгинатной маски только сверху вниз. То есть мы скатываем колбаской. Не снимаем, я люблю скатывать. И после маски мы ничего не наносим. Здесь также мы завершаем процедуру маской, коллеги. В домашнее использование у нас идет вот такая вот сыворотка. Сыворотка, которая содержит комплекс HLG и три вида гиалуроновой кислоты. Кстати, это линия, которую мы спокойно можем рекомендовать беременным. В том числе кремом, который реагирует абсолютно на все. То есть аллергиком. И два крема идентичны по составу, но разными, разные текстуры. Крем Soft Sorbet и крем Rich Sorbet. Софт у нас идет для жирной комбинированной кожи. Rich для сухой и для нормальной кожи. И, собственно, коллеги, я завершил свой экскурс, завершил свою презентацию. Если есть у кого какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Если вопросов нет, то встречаемся с вами на следующем вебинаре. Также приглашаю вас на наши очные семинары, которые проходят в московском офисе, в офисе в Санкт-Петербурге. Моя коллега Татьяна там тоже ведет. Поэтому, коллеги, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте, с радостью на них отвечу. Коллеги, если вопросов нет, тогда я с вами прощаюсь. Всем хорошего дня, хорошего вечера, в зависимости от того, какое у вас время суток. И до встречи. Продолжение следует...